Шеф-повар из народа, давай строим шоу, шеф-повар из народа. Все будет хорошо, хорошо, хорошо. Все будет хорошо. Сегодня главная битва третьего сезона. Это кулинарное семейное шоу «Народный повар. Большой финал». Они прошли отборочный этап, разгромили соперников в одной восьмой, вырвали победу в одной четвертой и оказались лучшими в полуфинале. Итак, я представляю финалистов нашего шоу. Подруги из агрогородка Стригова-Кобринского района Брестской области Людмила Медведева и Нина Муравейко. А также супруги из Витебска Ашхен и Гарик Погасян. Ну вы же понимаете, что вам придется выложиться не на сто, а на двести процентов, потому что победит сильнейший. А вот кто это будет, решат они. Бессменные эксперты нашего шоу. Шеф-повар Антон Каленик. Учился у сильнейших кулинарных мастеров Италии и Франции. Глава Белорусского альянса поваров Слоу Фуд. Единственный шеф-повар в Беларуси и первый в СНГ, который вошел в состав Всемирной ассоциации шеф-поваров. Фермер Андрей Абрамов. Белорусский ковбой. Фермер и хозяин хутора в Браславском районе. Строит деревню 21 века и производит там деревенские натуральные продукты в замкнутом цикле. Первый и пока единственный в Беларуси владелец личного подсовного хозяйства, получивший сертификаты соответствия на органическую продукцию. Ну, а как вы знаете, в нашем шоу есть всегда третье независимое мнение. Определить финалиста вместе с нашим постоянным судейским апофеозом мы доверили музыканту, композитору, продюсеру группы «Аура» Евгению Олейнику. Жень, мы очень рады тебе быть в гостях. Рад быть здесь, на самом вкусном кулинарном шоу. Я... давай я не буду... Ты видишь, да? Не буду туда смотреть. Это очень вкусно. Жень, ну ты правда умеешь распознать настоящий талант. Вот ты когда-то в супруге увидел его, да? Когда-то? Нет, мы друг в друге увидели, да. Друг в друге. Но тем не менее, сегодня тебе придется решать судьбу. И найти талант только кулинарный. Ты к этому готов? Я придумал лайфхак, как никого не обидеть. Ну-ка. Значит, тот, кто победит, он победит, а тот, кто не победит, мы ему отдадим все продукты. Ааа. Нормально. Нормальный ход. По-моему, неплохо. Занимает, Жень, свое почетное место. Евгений Алинин. Сегодня, впрочем, как и всегда, шикарное музыкальное сопровождение. Маленький оркестр, да что-то маленький. Кавербэнд Калибри. Я вижу настроение у всех прекрасное. Да, конечно. Каждый думает только о чем? О победе. О победе. А мы хотим красивую и крутую битву. Вы нам дадите ее? Окей. Устроим. Прекрасно. И мы готовы выходить на финишную прямую. Осталось только что? Правильно. Напомнить правила. В финале нашего шоу мы предоставляем командам полный набор ингредиентов и не ограничиваем их фантазию. Задача максимально проявить свое кулинарное мастерство и показать, насколько выросли их навыки в приготовлении еды за время участия в нашем проекте. Командам нужно подать к столу закуску, основное блюдо и десерт. На финальный поединок у нас ровно один час. Итак, мы даем вам огромное количество овощей на выбор, мяса, молочные продукты. В общем, все, что угодно. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты по мясу. Фарш. Шикарнейший фарш. Говяжий с свиной, по-моему. Говяжий с свиной. Дальше. Стейки с говядиной. Стейки. Рибай, которые нам предоставлены фермером Николаем, который входит в белорусский альянс Slow Food. Крыница. Этим Slow Food руководит, кстати, наш Антон Каленик, между прочим. Да, 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 да. Спасибо огромное. Что еще? Что дальше? Что дальше? Филе курочки у нас. Филе куриное. Клубничка. Диетическая клубничка. Замороженая. А по мясу еще у нас осталась... Это у нас корейка на кресточке. Корейка осталась. Самое главное, что выбор мяса сегодня может сыграть решающую роль. Это важно. У вас есть минута, как всегда, чтобы посовещаться и решить, какой вид мяса вы выбираете и чем будете удивлять. Ну, когда увидели на столе вот большое количество мяса, конечно, почему-то мой взгляд сразу упал на грудку. А потом я обратила внимание на красивейшие стейки говяжьи. Думается, ну, господи, наверное, со всего будем готовить. Как же мы успеем с этого всего? Наверное, это хотят, чтобы мы всех этих продуктов приготовили. Стейк, конечно, я не приготовлю, потому что никогда в жизни его не готовила. Я даже его не пробовала. Даже не пробовала его. Поэтому сразу в сторону. Хотя Нина меня говорила, что давай попробуем, давай попробуем, сделаем. Ну, не рискнули все-таки. Возьмем курицу. Мы как бы к ней приспособлены, мы умеем с нее готовить очень вкусные блюда и решили пойти по легчайшему, как говорится, пути. Был огромный выбор мяса, то есть разновидностей мяса было много и овощей, молочных продуктов было много. Поэтому мы стали перебирать в голове, делиться, что бы мы могли приготовить, что бы удивить. Мы сразу, в принципе, решили, что будем делать с фарша гуля кебаб. Единственное, говяжий стейк. То есть мы решили, что не будем с ним связываться, не будем его готовить. И немножко эту мысль отложили. Стейк. Стейк нам захотелось сделать в последнюю минуту, потому что, ну, нам казалось, что жюри это понравится. Итак, минута прошла. Что будем готовить? Ну, не рискнули. Не рискнули стейки. Хотя Нина говорит, может, давай один пожарим, попробуем. Если нет, выносим, да? Для Германа. Поэтому мы будем использовать куриное филе. Мы, как женщины, привыкшие к этому мясу, будет куриное филе. Вы уверены? Уверены. Уверены. Хорошо. Куриное филе. Что будем готовить? У нас будут рулеты с начинкой в картофельной глазури. Глазури? Да. Ну, да, в глазури картофельной. Что-то новенькое, что-то интересное. Попробуйте. Дальше мы... Закуска у нас будет. Закуска будет, с кабачкового будут башенки, тоже с начиночкой, пикантненькой такой. И на десерт запеченная груша под апельсиновым соусом. С соусом? Да. Ну, скорее, не соусом, наверное, а... Ну, будет, пусть будет соус. Пусть будет соус. Ну, вот так вот, наверное. Прекрасно. Так, иду к вам. Ну, тогда придется натихить стейк. Все-таки. Да. Как бы вы не хотели, да? Ну, решили, пускай будет. Ну, конечно. Конечно, это прекрасный вариант. С фаршем будет люля-кебаб. Люля-кебаб будет еще. Говядина-свинина здесь. Потом на закуску будут куриные рулетики из филе куриного. И десерт будут... Стык. Они модно называются панкейки, но вообще-то оладьи. Панкейки с клубничным соусом. Тоже назовем соус, но, в общем, дополнение клубничное будет к панкейкам. И с кубачков тоже будет закуска. И овощное, да, что-то будет горячее. Овощи будут горячее. Вы собираетесь накормить всю студию нашу? Сколько там блюд-то у вас? Хотелось бы успеть. У нас пять блюд? Люля-кебаб, еще раз. Стейк. Два. Оно вместе горячее. Мы решили сделать вот так. Стейк-люля. Будет такое и стейк, и люля, и овощи будет, да? Ну, овощи, оно как дополнение к нему. Но все вместе будет? Да, да. Как одно блюдо? Да. Хорошо. Принимайте. А, картофельные дольки к нему. Картофельные дольки еще к горячему. Это все там будет? Все там. Ассорти такое? Перемешивай. Да, да, горячий ассорти. Гриль-микс такой, да, вот будет? Рулетики это на закуску и на десерт панкейки в клубничном соусе. Ну, задача, конечно, у вас не из легких, если честно. Это прям вот такой объем приготовить. Ну, что ж, вам только удачи. Спасибо. И чтобы все получилось. Хорошо. Итак, сегодня в финале у вас ровно один час времени. И не минутой больше. Мы начинаем обратный отсчет. Все вместе. Три, два, один. Поехали! Ну, наконец-таки стейки. Наконец-таки это вкуснятина. Вы рады такому выбору вообще? Я очень рад. Мне очень любопытно. Во-первых, я удивлен таким блюдом, в котором так много ингредиентов будет использовано. Не знаю, что из этого получится. Даже представить себе не могу. Как это все пробовать и оценивать с точки зрения разности вкуса. Это один момент. По поводу того, что я увижу, возможно, где-то в исполнении армянской кухни приготовленное мясо, мраморного, скажем так, характера. Это, может быть, что-то будет реально интересное. Что-то необычное. Я, в общем-то, до этого ожидаю. Евгений, как вам набор наших блюд сегодняшних? Во-первых, дайте мне прийти в себя от того, что я здесь и все это вижу и нюхаю. Да, сейчас начнется. И это во-первых. А во-вторых, дайте переварить, так сказать, набор блюд, которые в ближайшее время предстоит съесть. Потому что, я так понимаю, здесь концепция программы состоит в том, что все-таки почти профессиональные люди готовят перед профессионалами. И вы каждый раз вызываете такую жертву типа меня, которую гримеры в каждой рекламной паузе слюнки подбирают. Поэтому у меня нет слов. Я, во-первых, таких продуктов очень редко вижу. Вот стейк Рибай я, например, живьем вижу впервые. Вот я так пытаюсь его рассмотреть. Конечно, я так понимаю, оно такого цвета, потому что немного ферментированное, да? Нет. Так, ладно, все. Это был стереоответ. Где ты это слово вспомнил? Читал где-то, да? Нет, ну я пользователь сети. Я вижу эти видосы. Я вижу, как это люди делают. Просто вот это чудо я вижу впервые. И все перечисленные блюда, там апельсиновый соус, люля, да, это, конечно, для меня, ну, лакомство. Потому что, ну, когда дома дети, все равно кухня должна быть очень простой, национальной. Ну, у нас такое понимание, что дети, в принципе, должны есть местные продукты, местную кухню для того, чтобы у них не было никаких там выраженных аллергенных реакций, аллергических. И поэтому у нас дома приветствуются кашки, супчики, там, блюда из картофеля, блюда из нормального человеческого мяса, которое можно купить в магазине. А все, что сегодня будет готовиться, это для меня, конечно, будет большой сюрприз. Мы растерялись. Мясного было очень много. То есть не знали, с чего браться, где, как, что начать. Поэтому начали сразу волноваться. Да, волнение было, потому что мы боялись не успеть приготовить все, о чем заявили. О тех блюдах, которые заявили. Поэтому волнение присутствовало в любом случае. Ну, и это финал. Постепенно мысли уже собрали и начали уже как-то вот распределять блюда и работать. Я думаю, что жюри ожидают от финалистов чего-то грандиозного. И мы хотели доказать, да, что не зря мы дошли до этого этапа. И что вот мы достойные соперники, девочек, с которыми играем сегодня. Белорусский альянс под названием Slow Food, который предоставил Крыница, да? Да. Которым ты руководишь. И Николай, который нам передал все эти стейки. Расскажи, чем занимается этот самый альянс? Что такое? Альянс был создан буквально вот в сентябре прошлого года на большом фестивале Терра Мадр. Потому что раньше у нас был большой альянс Slow Food в Беларуси. Но им руководил Игорь. Он, к сожалению, ушел из жизни. И выбрали меня. Мы создали новый альянс. И мы подтягиваем фермеров. Мы им продвигаем здоровое, чтобы они правильно все выращивали. Без пятицидов, чтобы все было чистое, правильное. И Slow Food это... У нас есть такой слоган. Slow Food – медленная еда. Думай, что ты ешь. Чтобы люди... Потому что у нас здесь только фермеры. У нас и повара есть, да? У нас есть юристы. У нас есть и люди, кто собирают лесные сборы. Чай, да? А почему, по каким критериям не вошел господин Абрамов туда? Он входит? Как? А Андрей входит в альянс? Конечно, входит. Я думаю, вы его не взяли просто за что-то. Не-не-не, все хорошо. Меня не взяли, а его взяли. Андрей был в первом списке, кто вошел в альянс Клинице. Все хорошо. Все отлично. Хорошо. Я просто скромный. Все понятно, все понятно. А я ем быстро, поэтому я им не подпишу. Кстати, Антон, по поводу, мы не спросили тебя по поводу выбора блюд. Как тебе, ну, достойно ли это финала? У наших участниц все понятно. Я за них не переживаю. А вот за Шхен и Гаррика, за их основное блюдо, за этот прям караван вкуса под званием гриль-микс, вот я очень сильно переживаю. Я уже переживаю. Мы уже в шоке. Вы накрыли сковородкой стеки? Начал плохо из того, что растерялся. То есть я понимаю, что стек его надо просто пожарить, посолить и вкусно пожарить. Вот. Я закрыл сначала крышечкой, вот. А потом понял, что что-то я делаю не то. И поправил быстро свою ошибку. Что, возможно, мы там что-то увидим, их не национальный. Потому что у них очень много составляющих в этом блюде. И это все будет влиять на оценки. Если первое, вот, либо овощи, либо люля, либо стейк, либо картофель, что-то будет не так, это же все повлияет. Вспомни, когда у нас было картофельное пюре с видом обойного клея. Обоиный клей. Повлияло? Ну да. Участники не вышли дальше. Я думаю, что ребята просто реально набрались смелости. Они четко осознают, что это финал. И молодцы. Возможно, я прям верю, что они нас чем-то удивят. Ставки, понимаешь? На сто. Вабан. Они же на самом деле скромные, скромные, скромные. А готовят они очень хорошо. У нас сегодня финал, ну конечно. Кстати, согласитесь, что в этом сезоне было много сильных команд, интересных команд, ярких, неординарных. Мы ставили ноль баллов. Было и дело такое. Мы вообще никого не уйдили дальше. И сто ставили. И даже было такое впервые в нашем сезоне, что мы делали еще одно блюдо. Вот как у нас участники. Омлет мы сделали, когда мы не знали, кого выйти дальше. Они были наравне. Еще один этап проверки. Да, самый сильный сезон. Но я надеюсь, что следующий будет еще сильнее. Знаете, я как человек, который приходит к вам периодически, я могу отметить, что не только качество участников растет, но вот количество блюд и оформление всего. Вот я сейчас вижу вот этот мини-рынок овощей за конкурсантами. И я понимаю, насколько легче им выбирать блюда, нежели конкурсантам в первом сезоне, много-много лет назад. Когда такого разнообразия не было, ну что, растем, растем. А Женя был на самой первой передаче, на такой, на пилотной, и занял курицу. Ты помнишь? Я помню, как я ее ловил, я помню, как я ее ощипывал, да. Ну, как бы вначале определились, что вот у нас такой процесс будет, там не на картошку. Но, как всегда, пошло не так, как надо. Забыли, что надо яйца поставить, варить, и уже суета у нас пошла, как бы друг друга толкаем уже. Суета была, вот как никогда. Раньше у нас такой суеты не было, как сегодня. Почему-то, я не знаю, мне казалось, что нам места на ней мало. Мне казалось, что мне Люда мешает. Ну, потом, вроде бы, как успокоились, настроились, и процесс пошел. Нина, Людмила, ну, сегодня, правда же, вы понимаете о том, что нужно показать свой максимум из всего того, что было. Почему вы выбрали именно эти блюда? Вы их уже с закрытыми глазами, что ли, можете приготовить? Ну, я, например, больше люблю курицу, именно филе, поэтому готовлю... Чем что? Ну, говядину, честно скажу, стеки вообще никогда не готовила, даже не пробовала. Для меня это, ну, экзотическое мясо. Вот как и для меня. Ну, это такая... Ну, говядину я тушила, там, вот, ну, гуляшик какой-то. Ну, как обычно дома. Но стек просто я... Ну, это такая мужская еда. Не рискнула. Это мужская такая еда, вы знаете. Да, как бы подумала, что все-таки Гарик, он мужчина, он его приготовит хорошо. Поэтому даже отложили это мясо, сразу с Ниной посоветовались и решили, что не будем рисковать. Хотя я предложила, говорю, давай все-таки рискнем. Она нет... Не будем рисковать. Знаете, такая... На будущее вам маленький такой лайфхак. Вы не представляете, как вкусно и круто взять этот стейк, это, конечно, кощунство где-то, но тем не менее, и сделать так, как вы тушите. Разделать его, разрезать по кусочке, но потушить будет шедевр. Мы воспользуемся сертификатом, который вы нам подарили, закажем у вас стейк к празднику. И потушим его. Вы его приготовите. И все. Приготовим. Нет, мы приготовим. А вообще, может, приедем в гости к вам. Вот это другое. И вы нас научите, как это делается. Вот это другое разговор. На мастер-класс? Да, все правильно. Подскажите, пожалуйста, тогда такой вопрос. Я его забыл задать в самом начале, нужно было это сделать. Как вы познакомились? Вы же абсолютно из разных регионов родом. Да. Правильно? Да, конечно. Что вас объединило? В какой момент вы встретились? Как это вышло? Ну, так получилось, что Нина приехала раньше в Стригова. В каком ты году здесь? Я замужем с 86-го года. А родом с вами откуда? С Лунинца. Лунинец? Да. Так. Ну, а меня как бы судьба забросила сюда. После катастрофы на Чернобыльской АЭС переселили нас сюда. Переселили? Да. И вам сразу все понравилось? Или как бы еще приходилось долго привыкать? Ну, вы знаете, люди сразу к нам отнеслись очень хорошо. Приняли как своих. Ну, может, кто-то и не рад был, что мы приехали. Но как получилось, так получилось. Но как бы нас сплотила судьба, как бы наше творчество, коллектив? У нас народный ансамбль музыки и песни Ясница, в котором мы вот поем, играем. Сколько участниц у вас в коллективе? У нас всех девять человек, семь девочек и два мальчика. Три, три. Откуда вы берете репертуар? Черпаем где-то. У вас много сейчас на сегодняшний день песен? Очень много, да? Да, больше трехсот песен. В общем, в следующем сезоне обязательно приводите к нам весь свой состав, спеть и показать свой коллектив. Обязательно. А еще, а еще, агитируйте всех на местах, чтобы приходили к нам на четвертый сезон нашего шоу. Пишите нам обязательно письмо на поварсобака.ont.by. Увидимся на моей кухне. Замороженные фрукты, когда я увидела замороженные фрукты, я поняла, что к десерту, который мы уже продумали на ходу, были панкейки или оладьи, можно назвать как угодно, то здесь нужен был либо сироп, либо джем, что угодно, но должно было дополнять оладьи. Поэтому пришлось на ходу, честно говоря, на ходу, потому что варенье из этого ты быстро не сваришь, и десерт, честно, был импровизацией. Гарик. Да. Специально Ашхен не спрашиваю, сколько лет вы вместе? 15 лет будет в этом году. 15 лет? Да. Ну вот, хорошо, вы вот, понятно, дома вы всегда вместе, вот на нашей кухне вы тоже бок о бок. Что-то новенькое для себя открыли, может быть, как-то друг в друге, может быть, даже? Или это для вас привычная ситуация? Друг в друге нет, наверное, когда жюри делает замечания, в плане каких-то блюд, рецептов. Молча готовить. А-а-а. Не мешать друг друга. Учли эти замечания, где-то исправили, и теперь уже в быту и вообще на своей кухне это помогает. Хорошо, хорошо, а вот в паре, когда вы работаете, друг в друге, вот, то есть, может быть, что-то вы... Оказывается, можно не делать друг другу замечания. Все делать без лишних слов, молча, понимая друг друга без слов. Это само собой, на кухне это проблематично. Да, мы помним, ваша Гарик Посоли. А, да. Ребята молодые, энергичные, талантливые. Видно, что они с кухней на «ты». И я была уверена, что ребята победят. Ну и, конечно, я им желала этого, чтобы они победили. Они молодые, они семья. И, честно говоря, мне хотелось, чтобы ребята победили. Давайте напомним нашим зрителям, да вообще и нам, как вы решили поучаствовать в нашем шоу. Кто отправлял заявку, кто увидел рекламу, как вы себя почувствовали, когда приехали сюда? Творческие идеи в нашей семье отвечаю я, поэтому я мужу сказала, что отправила заявку на программу шоу «Народный повар». Он, конечно, сначала понимания не имел, о чем я говорю. Потом сказал, ну и ладно. Надеюсь на то, что пронесет, никуда не позовут, никуда не поедет. Потом, когда я сообщила, что позвонили, ему пришлось ко мне присоединиться. Гарик, вам всегда приходится мириться с творческими полетами вашей жены? Ну, я не мог отказать. Ну, раз в 15 лет вместе, значит, да. Значит, приходится. И этим удачно получается. Да. Хорошо, так. И когда приехали, сразу вам страшно было здесь, когда вот Андрея увидели? Честно, мы приехали, мы думали, приедем один раз, да, поучаствуем, а то, что вот игра вот затянется настолько, не думали, нет. Герман, вот я специально ждал тоже, когда рано или поздно они скажут что-то подобное. И вот теперь смотри, какая ситуация получилась. Гости, которые к нам приходили с задачей победить, реально, изначально, их нет. Мы с такой задачей не шли вообще. А те, которые пришли сюда, может быть, разок я что-то там посмотрю, но они очень внимательно слушают. Вот интересно, интересно. Как относятся к их приготовлению, какие подсказки, их затягивают. И они начинают двигаться дальше. Андрей, вы убираете конкурентов с Антоном. А здесь простые, добрые, хорошие люди. Они вам не конкуренты. Они стараются, молодцы. Да? Я хотел, чтобы лиле-кебаб получился сочный, вкусный и начал сразу готовить фарш. Ну, конечно, выставил температуру определенную. В духовке лиле-кебаб я готовлю нечасто. Я стараюсь всегда его готовить на мангале, на шампурах. Ну, несколько раз приходилось это делать. Но мне кажется, этот раз у меня все-таки получилось лучше, чем те разы, которые я готовил. Итак, друзья мои, я хочу сообщить всем о том, что первые 20 минут программы истекли. Итак, финальная битва всегда непредсказуема. Так что оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Партнер программы – компания «Бабушкина крынка». Сохраняя полезные свойства молока, заботится о каждом. 32 команды из разных уголков Белоруссии объединил третий сезон нашего шоу. Но пройти четыре этапа и добраться до финишной прямой удалось только двум командам. И сегодня мы определим самого народного повара. Гарик, у вас вот получается, что две родины, да? Это Белоруссия и Армения, да? Да. Вот интересно, вы как-то там ссылки отправляете своим родственникам в Армении? В Армении все смотрят народный повар. Смотрят? И, по крайней мере, родственников, знакомых у нас очень много, поэтому смотрят все. Много. Вот, видите, мы интернациональный проект, между прочим, международный. Ярман, позволь, я открою секрет. Я, кажется, догадался во время рекламной паузы, почему у нас гриль-микс. Мы просто один раз с Юлей были в Ереване, и когда заходишь в кафе или в ресторан, там одним блюдом не отделаешься, понимаешь? То есть там настолько радушные и гостеприимные повара, официанты, они тебе и люляшечку принесут, и стейка принесут. Ну, за твои деньги они тебе все, что хочешь, принесут. Я поэтому думаю, что вот этот гриль-микс – это часть черты национальной, значит, прям все и сразу и отдувщик. Гарик, так это, Женя, прав или нет? Да, да. Прав все-таки, да? Надо все, что есть, достать и все на стол. Вот правильно. Даже не думать про завтрашний день. О! Завтра будет завтра. Завтра будет завтра. Хорошо, Гарик, а вы часто летаете вообще в Армении? Не, ну не часто, раз в год, может. Раз в год это, да? А кто, расскажите, кто у вас там сейчас живет? Где вы останавливаетесь? Ну, можно сказать, что, наверное, больше по линии матери там родственники остались, а по отцовской линии они везде. А хорошо, наши народы, страны, они есть схожесть какая-то? Или мы принципиально разные? Нет, не принципиально. Не разные, да? Я думаю, гостеприимство, и белорусы радушны, и гостеприимны, поэтому... А знаете еще что? У нас очень много, очень много. Мы когда в Армению приехали, мы знаете, чему удивились? Вот это прям вот удивление на 100% количеству аистов. Где? В Армении. Их там просто... Армянские аисты? Очень много. Темненькие. Нет, нет, нет. Говорят о центном. Нет, вы вот все зря смеетесь. Вы все зря смеетесь, их там очень много, и мы прям как будто домой попали. Интересно, кого больше, армян в Беларуси или белорусов в Армении? Самих армян больше за пределами Армении, чем в самой Армении. Мне кажется, в Армении только армян. А, за пределами, да? За пределами больше, чем в самой стране. Как и во всех остальных передачах, да, то есть какое-то время проходит, и ты уже становишься в клею, и понимаешь, что все идет правильно и хорошо. Уже как бы волнения не было. Но, честно говоря, я думал, что мы победим. Так, я вижу, что тут просто все кипит, что-то происходит. Гарик, что это у вас какие-то шедевры, какие-то кулинарные? Я не знаю, сам в шоке. Так, иду к вам. Я вообще парень кобринский, но я, если честно, не знал, что у Кобрина есть город по-братим. Есть, есть. Это он находится, по-моему, в Краснодарском крае. Да, да. Меня пока туда не звали с концертами, да. Но я так понимаю, что вы... Были там. Были там. Когда? Ой, где мы только не были. О! Ты знаешь, точка, где мы только не были уже за свою концертную деятельность творческую. От Армении уже устали, да, уже сто раз. Вообще, в Италии не были, во Франции не были, на Балии, в Мотивах тоже не были. Да, да, да. Так, так, так. Посчастливилось в составе делегации нам побывать все-таки в этом прекрасном городе. Такой гостеприимный. Вот, понимаете, приехали туда и попали во времена Советского Союза. Ну, начала Советского Союза. Вот те далекие 70-е годы. Там эти казаки в папахах. Казачки такие красивые в этих юбках шикарных. Ну, просто сказка. Так а город-то как называется? Сочи, Сочи. Город Тихорецк. Тихорецк. На Тихорецкую состав отправиться, вагончик тронется, перрон останется. Это на Минеральные воды как ехать, да. Да, там вот знаменитый паровоз стоит, который на своих колесах дошел до Берлина. Памятник вот стоит. Памятник этому стоит. Там есть улица не Ленина, площадь не Ленина, а площадь Жукова, маршала Жукова. Там, понимаете, там вот ехали подсолнухи колосятся эти вот, красивущие поля там. Ну, это просто сказка. Впечатление масса. И очень люди хорошие. Конечно, два урожая собирают в год. Повезло. С победой повезло. А еще они настолько гостеприимные, что подарили нам три дня в Сочи. Я говорил, без Сочи пахнет, пахнет. Краснодарский край. Краснодарский край пахнет в Сочи. И на спортивных аренах побывали, все объекты спортивные посмотрели. И в горы они нас свозили, на самую высокую гору. Там такая башня есть, в которой залазишь на нее и смотришь все, все. Обозрение. Как на ладони. Хорошо. А они к вам приезжали? Обязательно. Приезжали? Да. Это ежегодное такое. Вот у нас праздник города Кобрино. Они едут сюда к нам. У них праздник города. Приглашают от нас. Герман, можешь помочь мне? Что с ними делать? Посмотреть скорлупки нигде здесь есть. А давайте я вас научу. Маленькая. Давайте я вас научу. Под водичкой мы ее поможем помыть и все. И все это не будет скорлупки, правда? Откуда ты это все знаешь, Герман? Есть наставники. Я думал, сейчас скажешь, интернет? А нет. Нет. Кстати, а ваши дети и внуки, они тоже творческие? Или у них какие-то более земные специальности? А простые какие-то? Или они творческие? Мой сын старший, ну мой сын, один единственный, вернее, Нинин старший сын. Они одноклассники, учились. Поэтому мы вот и знакомы еще с первого класса. Как бы дети в школу вместе ходят. Но отучились в учебных заведениях, получили специальности. Но на данный момент крутят баранку. О! Водители-дальнобойщики. Водители-дальнобойщики. Поэтому переживания у нас одни, разговоры одни, мысли одни. Ну вот так вот как-то. Короче, живем дружно, почти одной семьей. Ну и все, это хорошо. Только муж мой один у меня, на одну меня. Не делится своим мужем. Не делится никак? Нет, это мое сокровище. Нет, не делится. А-а-а! Так что... Цените мужей. Цените. Носите на руках. Ну, конечно, было очень суетно на кухне, потому что мы немножко потерялись во времени. Я Людке говорю, что все, 15 минут осталось. Она мне говорит, каких 15? Еще два раза по 15. Я говорю, нет, 15 минут и все, конец. Она говорит, да перестань ты, ты это вот не сбивай меня, вот время у нас еще есть. Ну, я как бы думаю, ну ладно, ну пусть будет так. Ну, мы старались. Все, я думаю, что все у нас получится. Ну и как раз, собственно говоря, у нас сегодня красавцы-мужчины и одна прекрасная дама. Итак, встречайте ансамбль казачьей песни «Батька Атаман». Ой, спа над лесом дождь, дождь гомары набягают. Ой, с под горой станица, и там большой туман. Ой, у казака сердце, скажем, замирает. Ой, у казака сердце, ну, чувствуете обман. Эх, пой, девка, стой, не балуй, мой, кунь, не отой. Полюбила казака в лесе за грякой. Плечом победу и глазами подмигну, Покачаю головой, а он на веки мой. Ой, за уля коломаша речи говорила, Про ночь куваля, сочку и про любовь слова. Ой, у казака сердце, скажем, зазнобила, Забыл про все на свете, шальная голова. Эх, пой, девка, стой, не балуй, мой, кунь, не отой. Полюбила казака в лесе за грякой. Плечом победу и глазами подмигну, Покачаю головой, а он на веки мой. Ой, на зеленой травке, на желтеньком песочку, До самого рассвета гуляли мы с тобой. Сияли звезды ярко, во мраке синей ночи, Мы, скажем, любовались приятною луной. Эх, пой, девка, стой, не балуй, мой, кунь, не отой. Полюбила казака в лесе за грякой. Плечом победу и глазами подмигну, Покачаю головой, а он на веки мой. Листва на землю пала, задула, закружила, И улетели птички, и стало холодать, Когда ты мне сказала с коварной улыбкой, Прощай, казак, с тобою нам больше не гулять. Эх, пой, девка, стой, не балуй, мой, кунь, не отой. Полюбила казака в лесе за грякой. Плечом победу и глазами подмигну, Покачаю головой, а он на веки мой. Ай, шельма, скажи, маша, меня ты загубила, Разбила мое сердце, заставила страдать. И где же посмеяться, охота видна была, Так неча было мучить и неча завлякать. Эх, пой, девка, стой, не балуй, мой, кунь, не отой. Полюбила казака в лесе за грякой. Плечом победу и глазами подмигну, Покачаю головой, а он на веки мой. Плечом победу и глазами подмигну, Покачаю головой, а он на веки мой. Ансамбль казачьей песни «Батька Атаман». Спасибо огромное. Аплодисменты, спасибо. Друзья, еще 20 минут программы позади. У кого же получатся настоящие кулинарные шедевры, А кто останется в шаге от победы, Совсем скоро узнаем. Партнер программы – компания «Бабушкина крынка». Сохраняя полезные свойства молока, Заботится о каждом. Это большой финал самого ароматного, Пряного и обжигающего кулинарного семейного шоу «Народный повар». А партнер нашей программы – лотерея «ТО-ЛОТО». Каждую неделю в ней выигрывают крупные денежные призы И крутые гаджеты в акциях на сайте. А еще у каждого есть шанс выиграть суперприз – 100 тысяч рублей. В общем, покупайте счастливые билетики В точках продаж лотереи, На почте, в банках, в больших магазинах Или на сайте toloto.by Всего за 4 рубля. И исполняйте свои мечты, друзья. Увидели фирменный логотип или билеты «ТО-ЛОТО»? Не проходите мимо. Именно здесь вас ждет удача. Антон, Андрей, давайте расскажем, За что же борются наши участники? Про ваши специальные призы. Андрей, ты свой уже вручил на прошлой нашей программе, правильно? Не жалеешь? Нет. Что дал, да? Это традиционные выходные На твоем шикарнейшем ранчо, хуторе Йодишки. Да, два дня с белорусским ковбоем. Со всеми вытекающими и высыпающимися последствиями. Да, копать там, полоть, вдохать. Два дня с белорусским ковбоем, да, Провести, углубиться вот в мою жизнь, В производство органических продуктов. Как, что, чем кормят, почему, Особенно таграновам интересно. А потом, безусловно, подготовить и приготовить то, Что же я все-таки произвожу, как конечный результат. И, конечно же, основное, это стейки. Мои любимые говяжьи стейки. По опыту, с какими словами уезжают участники, Которые уже приезжали к тебе? Они не хотят уезжать. Или ты не даешь их уехать? Знаешь, иногда я даже хочу, чтобы они уехали, Потому что они не должны освободить свое место следующим. Отдыхающим. 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 Ну, конечно, всем же интересно, Как он это вообще все делает? Вот, соответственно, Они не хотят уезжать, Держатся за дерево, например, Ломают машины, протыкают колеса. Себе. Себе, себе. А себе. Да, и не хотят уезжать, Задержатся еще, еще и еще. И еще. Прекрасно. Это да. Антон. Да. Рассказывай. Ну, я с победителем. У себя в ресторане Animal Farm Мы приготовим званный ужин. Позовем гостей. И сделаем классные пять блюд, Расскажем, покажем и объясним, Как готовили, Почему именно так, а не иначе. Мега интересные. А как ты будешь, как вы будете выбирать гостей? По каким критериям? Как туда попасть? Ну, наверное, заказчики. По рекламе. Да, за... Аааа. Но вы в списке, Герман, ты жива. Хорошо, хорошо. А я думал, постоянно... А Антон, твои шеф-ужины. У тебя очень крутые шеф-ужины. И откуда пошла такая традиция? Вообще, это моя была идея. Еще в 16-м году на саммите Терра-Мадре Мы придумали такую тему, Как кухня с ближайшей страны. Называется «Ужин в четыре руки». Должен быть я и еще один повар С любой стороны мира, Который ходит в Болянс лоу-фуда. И мы готовим Мое национальное блюдо И его национальное блюдо. И это все адаптируем, чтобы вместе Зовем фермеров, Чтобы они свои продукты показали. И я рассказываю, Это мега интересная штука. В Италии называется «Ченна Куатру Мани» «Ужин в четыре руки». И это работало до момента Начала пандемии. Потом, когда все перестало летать. Я тоже не могу Постоянно привести себе людей С Европы, С Азии, С Америки. Но сам уезжаю в Европу На такие небольшие гастроли. Ух ты. Да. Женя, что ты подаришь? Я подарю Значит Ты должен был сказать песню сегодня. Несколько дней На куторе Андрея Подарю Я им себя подарю. А вот Антону Подарю себя На званом ужине. Все. Приду. Я жду поесть. Поэтому, ребята, Принимайте подарок. Но тем не менее. Расскажи про песню. Это будет подарок. Сегодня будет премьера. Никогда мы так не рисковали, чтобы на рейтинговом шоу, наверное, я не знаю, но, по-моему, на самом рейтинговом шоу телеканала. Это правда. Самый топ. Нет, нет, нет. Заказывайте у нас рекламу. Ребят, все-таки есть еще звездный путь. Давайте не будем забывать. Звездный путь. Народный повод. На одном из самых рейтинговых шоу канала УНТ мы презентуем песню. Песня очень веселая, песня дискотечная, песня утренняя. Как называется? Песня называется «Делай музыку громче». Делай музыку громче. А сомнения тише. А сомнения тише. Прекрасно. Обязательно услышим эту композицию. Хорошо. Коль мы на кухне, напомню, что нашему шоу уже три года. Да. За это время, ну наверняка в мире кулинарии много всего поменялось, да? Например. Глобально. В продукты начали добавлять белок насекомых. Да. Е-903. Е-903. Да. Вы добавляете это? Нет. Весь мир добавляет, а вы нет? А я нет. Почему? А я за то, чтобы люди пытались правильно. Слово фуд. Думай, что ты ешь. Это мы только в детстве могли съесть кузнечика, и то не все. Пожарив на огне просто ради прикола. У тебя детство, кажется, оригинальное. Интересное было детство, да. Ну расскажи, что интересного сейчас происходит вообще в мире? Ну, на самом деле, сейчас мир делается на такие два лагеря. Вот кто-то добавляет белки насекомых, а кто-то возрождает старые рецепты, старые традиции. Они становятся модными и полезными. Я вас за то, чтобы возрождали наши далеко забытые. Это уже очень вкусно было. Вот мы делали на полуфиналах, да? Классно же было? Конечно. И кулак, и классный десерт. Скажи, а хорошо, мы возрождаем. Да, скажи мне, а вот эти продукты, в которые добавляется вот эта мука из насекомых, они у нас в Беларуси как существуют уже? Уже начинают встречаться. Проникать, да? Потому что читаем обязательно на этикетке. О чем идет речь? О чем идет речь? О каких продуктах? Как правило. Это может быть паста. Паста? Да. Это может быть соуса для пасты. Ух ты. Всякий банк уже готовый, где ты просто заливаешь, да? Да. Всевозможная лапша, быстрое преодоление. Там лапша и супы. Так что читаем очень внимательно. Это же очень дешевая добавка. И поэтому это, как правило, в очень дешевых продуктах находится. Жень, ты слышал про такой продукт? Ну, я когда жил в Китае, для меня был шок, что там глутамат продается на развес. Да? И на самом деле, как человек, который не разбирается, что полезно, а что не полезно, добавив его в рис, просто получаешь блюдо, от которого просто слюнки текут. Но в силу того, что это обман рецепторов, надо понимать. Надо все понимать. Кстати, а вы слышали про наши белорусские, белорусские 3D пищепринтеры? Я их так назову. Уже, кстати, была представлена на выставке «Беларусь интеллектуальная». Это технология, между прочим, которая уже существует, и можно печатать еду. Ну, тоже мы же печатаем ее не с пластика, правильно? А с чего? Из искусственного белка. А может, из пюрешки надо? Было бы офигенно. В замок из пюрешки. И запек. И сверху котлетку. И запек, да. И майонез. Слушайте, ну вы староверы. Да. Это на самом деле, ну, технология может быть действительно совершить какую-то революцию в области питания. Ты понимаешь, что... Если 500 принтеров поставь, 1000 принтеров поставь. Хочешь, я тебе скажу, какую революцию они совершают? Какую? Внимание. Людей, которые будут в итоге производить натуральную, здоровую, органическую продукцию, станет меньше. Правильно. Потому что большинство будут покупать вот эту простую еду. Вот эту еду. А в итоге она станет дороже. И те, кто удержатся, мы будем миллионеры. Я... Вам сколько уже будет к тому времени, Андрей? На самом деле, да, вот то, что мы используем у себя в хране из такого, из ноу-хау такого, да, прямо из нового-знового, это реальные космические технологии, леофильные сушки. Это у нас есть. Это нам помогает экономить и сделать блюда дешевле. Дешевле. Пример самый простой. Мы покупаем петрушку, она идет со стеблем. Как вы покупаете ее в магазинах, да? Да, да, да. Есть стебли, которые обычно либо в бульон, либо куда-то в мусорку вывозили. Да, она уже только в листике. Так вот, мы сушим в этой сушке, в леофильной, полностью все. Ну, конечно, кроме... Листика. Корневина. Корневина. Сушишь. Где-то вот на петрушку, на килограмма два уходит сутки. Эта сушка ее замораживает и вакуумом выдавливает из нее именно воду. Это реально так делают для космонавтов. Когда ты ее достал из сушки, ты можешь ее рукой в муку стереть. Она стерется в муку. Но ты должен знать, сколько у тебя было по весу до того, как ты засушил. Сколько получилось после того, как ты засушил. Это важно. Вот в космос так представляют супы, соки. Это все натуральное. Это мед, ничего, химия. Но нужно знать, сколько нужно добавить воды. Ты воду туда добавляешь, и оно восстанавливается назад. А-а-а. Регенерация происходит. Да, мы эту петрушку, эту муку из петрушки добавляем в фарш, добавляем в супы. Она там раскрывается. Аромат сумасшедший. Такое ощущение, что вы были в космосе. Вы так рассказываете. Нет, не был. Я очень высокий. Ты ел когда-нибудь его рыбу? Это космос. Я был в космосе, значит. Мы очень разволновались, когда уже время подходило, уже нас поджимало время. А у нас еще груша не допеклась, а мясо еще не в духовке. Наши эти рулеты. Поэтому немного волнения, и мы как засуетились. И в этот промежуток времени мне надо больше грибы пожарить. Поэтому как-то они получились вкусные, но я даже не думала, что они получатся. Потому что планировала их чуть-чуть замариновать, но пришлось на сковородку уже бросить как есть. И там уже посолить, поперчить. Но вроде бы как бы попробовала я сама, то вкусные грибы даже очень. Как тебе, например, очки виртуальной реальности для коров? Это смешно, как минимум. Серьезно? В Подмосковье уже тестируют на коровах и говорят, что там как бы удой увеличивается. Это как музыку ставили. А с детства надеваются сразу, и они живут в мире, где летают коровы. Где пастуха нет. Мирикл. И бабочки летают. И они счастливые коровы. Это чудо. Вот чудо. Мирикл. Может, вам надо такую технологию уже быстрее. Ты знаешь, может быть, до чего-нибудь подобного, конечно, я и дойду, но сегодня меня удивляют немножко другие вещи. Вот, например, Людмила и Нина – агрономы, говорят, коров доят, умеют, да и так далее. А вот вы знаете, например, что коровы есть, которых не надо доить? Нет. Знаете? Ну, которые на мясо, наверное. О, молодцы! А у меня приезжает огромное количество гостей, которые удивляются, что я не даю коров. Я говорю, а их не надо доить? Зачем? Для этого есть телята. Телята. Чем мне тратить ресурсы какие-то, в том числе время? Это совсем другие коровы, которые мы привыкли видеть. Вот тебе... Ну, вот смотрите, вы уничтожаете коров. Чего? А 3D-принтер, может, 3D-очки могли бы им купить, они вот жили бы, хорошо себя чувствовали. И еще, вы знали, что можно из пробирки 4 стейка сделать? Знал. А что сделать, коровка бы бегала? А коровка бы бегала? Что там будет в этом стейке? А? А мне какая разница? Вы все обсуждаете, ничего не знаете. Вот некоторые коров доить не надо, потому что они самопроизвольно отдают молоко. Это называется добровольное молоко. Она вот так вот ложится и копытцами сама себя поддаёт. Сцеживает, да? Это значит, что в Индии есть штаты, которые, ну, не всем туристические, и там коров не доят, но когда у нее полное вымем молока, она ходит по полю, и это молоко должно уходить в землю. Как бы отдают земле дать. Да, и тогда там лучше урожая они считают. О, интересно. Не хватает им белорусских агронов, чтобы они объяснили, что от этого урожай вообще не увеличивается. Не, ну, честно сказать, вот лично в Индии молочка мне не понравилась по вкусу. Вот наше молочка, вот как ни крути, самое лучшее. Наша молочка, да, это как российская нефтянка, да. Мы спешили, немножко нервничали, но всё аккуратно, плавно, то есть получилось. Вовремя успели, даже раньше успели потанцевать даже. Ну, а у нас пришло время музыкальной паузы. У нас в гостях вокально-инструментальный ансамбль «Веселуха Нью», твоя любимая. Да. День мы начинаем, потильню награваем, потым за живёлою ходживается. Дранники и шкварка, чудовная припарка, цибулики и троху, и гарна. С ранницы до ночи, вылупивши в очи, ходить погречи, козлик. А мы всё працуем, лихо жартуем и чакаем святочные дни. Соника над водой, с божа, божа мой, разом дружно мы с громадой. Вязь мы сладкаем, борьбу саджаем, дранники жаром, и за всё ты гордый яхать урочаем. Соника над водой, соника над водой, соника над водой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 В общем, по этим блюдам вопросов никаких. Вы молодцы. Стейк. Стейк. Во-первых, благодарю, что вы все-таки послушались или как-то прислушались и уважили жюри, и все-таки мы на этом сезоне приготовили стейк. Я бы даже сказал больше, вы его приготовили даже не для нас, может быть, даже не для себя, а для того, чтобы, наверное, я рассказал людям, как его правильно подать хотя бы, да, уж ладно, не готовить. Вот, поэтому пока не скажу, что он у вас получился или не получился, даже больше, наверное, нет. Во-первых, самое страшное, вы его порезали. До подачи его ни в коем случае нельзя резать. Либо уж вы его тогда нарезаете сразу же на кусочки и подаваете, да, либо вообще не трогаете. Это первое. Потому что там, где вы его разрезали, и он там больше прожарился, такой вот даже уже не медиум, да, вот ближе, там, чуть ли не к Велдану, там, конечно, совсем слабенький вкус. Здесь я тоже скажу очень важный момент. Стейк, конечно же, лучше всего кушать горячим. Ну, я и так понимаю. Там, где я начал уже сам резать, и мясо более красное, более там, медиум ре, там уже лучше. Оно даже мягче, намного мягче. Такая приятная консистенция, это хороший рыба, его приятно кушать. Дальше. Вам нужно его подавать. Тарелочка, стейк, соль, перец. Мне нужно поиграть вкусом в зависимости от куска, его объема. И соль, перец каждый раз хочется немножко по-разному. Вот. Но вы положили овощи, это в тему, и там у вас безумно вкусный шампиньон. Вот в кабачке мне не хватило вкуса. А вот шампиньон, он просто отличный. Вот. И по стейку одна из проблем вы накрывали. Мы это видели. Причем даже это неважно, видели мы или нет, ни в коем случае его нельзя накрывать. Он не должен тушиться, он не должен вариться, он не должен париться, он должен жариться. И в зависимости от прожарки мы уже получаем середину холодную, теплую, горячую, красную или не очень. Здесь уже очень много разновидностей. Вот. Поэтому за смелость спасибо, вот, я вам, ну, чуть-чуть добавлю, можно было этот стейк пожарить, да, и убрать его в фольгу, и он должен был лежать у вас в фольге, и нам бы принесли, мы бы его открыли, там было бы много сока, мы бы выложили его на тарелочку. Кстати, на тарелку ничего ставить не нужно, потому что я же буду его резать, поэтому я должен снять этот лук. И да, и, кстати, лук тоже туда вот, ну, совсем как бы к стейку, ну, не нужен. Перец, соль, стейк, все, точка, жирная. Точка. Спасибо, Андрей, спасибо. Жень, как тебе? Я вообще не мясоед ни разу. Если это называется стейк рибай, если вот он такой, то мне, значит, не нравится стейк рибай. Не в смысле он плохо приготовлен, я просто, ну, в принципе, мясо не очень люблю. Я вот, опять же, хочу рассказать, что мне очень понравилось, и вот можно тут отснять. Я съел все овощи, потому что овощи, на самом деле, получились очень сочные. И вот, ну, может, кусочек попался Андрею цукини кабачка не очень вкусный, но мне он прям попался прям очень вкусный. Мне понравилась вот эта фишка в виде ароматизатора стола. То есть, на самом деле, функционала я как бы не нашел для этого, но запах здесь стоит просто потрясающий. Лук очень ароматный. Дальше. Десерт. Ну, прям, прям очень вкусно. Вот эта вот клубничка, тут же есть опасность пересластить или недосластить. А вот здесь прям идеальная консистенция и состав, баланс между ягодой и сахаром. По поводу люля, вот вы мне подсказали, что это не на огне. И я тут же, я хотел уже сказать, что когда мы были в Ереване, мы пробовали люля, и он, конечно, очень сочный. А этот мне показался суховатый. Но вот вы объяснили, да, на самом деле, я предполагаю, что если готовить на углях, то он будет более сочный, потому что он будет чуть-чуть менее прожаренный и чуть-чуть более сырой, да? То есть, я правильно говорю? Да. Вот. Курица идеальна, овощи идеальна. Мне очень понравилось. Конечно, такой шикарный обед или ужин никогда в жизни я бы сам себе не приготовил. Вам спасибо огромное. За счастье. А отдельное спасибо за овощи и за конфитюры, если это можно так назвать. Спасибо. 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 Пожалуйста, Антон, вам слово. Гарик Яшхен, я начну с вашего куриного рулетика. Когда я вот ездил по центру и пробовал всю часть, которая с грибами, очень вкусно, баланс вкуса шикарный. Но потом я запил водой и попробовал край. Может, не надо было это делать? Да нет, вообще соли, я пожалел об этом, да. Там оно вообще без соли. Грибов там тоже не оказалось, да. И просто такая вот несоленая жареная курица, она портит, конечно, это все тело. Но в центре все было хорошо. По ля-кебаб, он сухой. В нем есть специи, в нем есть вкус, да. Но он сухой. А хочется люля, чтобы оно таяло во рту. К картошке все хорошо. Да, она слегка подгорела, но так у нас гриль-микс, то это все нормально. Овощи безупречные. По ним вообще нет вопросов. Все шикарно, спасибо большое за овощи. А стейк передержали. Прям передержали сильно и долго. И он стал таким плотным, пережаренным. Не стейк. Это не стейк. По оладушкам и по варенью клубничному пятерка. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо нашим экспертам. Ну что ж, впереди дегустация блюд вторых наших финалистов. Но это после короткой паузы. Возвращаемся к нам. Доброе воскресное утро. Это телеканал ОНТ. Вы просыпаетесь под ароматы финального выпуска кулинарного семейного шоу «Народный повар». У нас продолжается, между прочим, дегустация. Это финал. Это финальная битва. Итак, ваше блюдо уже все там? Конечно. Ну что ж, поважаны, эксперты. Готовали, як умели. Жартовали и веселили, як могли. Ну а что кепска, то не мы. Хай вам счастье тю житти. Каб вам смачно спалася, да и легка вставалася. Каб столы у ваших хатах завсёды были полные. А души и сердцы щодрыми. Каб никогда не свариться. А як что, декутка помирыцца. Бог то дурныя думки мая, хай мятло их выгоняе. Хай вам соняйка смеется, нехаю сё вам удается. Хай частей у вас бывают святы, и кабы усе были счастливы и богаты. Смачно есть! Дякую. Смачно есть! Пожалуйста, дегустируем, дегустируем. А я напомню, что рецепты всех блюд этого финала вы можете найти в инстаграм-аккаунте «Народный повар». Заходите, комментируйте, делитесь этими рецептами. В общем, готовьте с удовольствием. Наблюдали, конечно, сразу же за жюри, как я уже говорила в предыдущих передачах, что старалась не смотреть, когда пробует, потом уже. Но это я начала смотреть сразу. Ну, я всегда смотрю. Мне интересно смотреть, как взглядом. Как это нравится, им или не нравится. Мне кажется, что смотрю и кушают. Значит, вкусно, наверное. Значит, наверное, вкусно. Может быть, все будет хорошо. Но был один-единственный моментик, когда я посмотрела на глаза Антона. Он съел наш кабачок, и это вот, наверное, чеснок его, и он сразу начал пить водой. Ну, ничего. Кабачки, я считаю, что должны быть с чесночком таким, потому что это тонизирует. Это блюдо такое должно быть. Кабачок должен хрустеть и чувствоваться вкус чеснока. Ну что ж, уважаемые эксперты, готовы? Пожалуйста, Андрей Абрамов. Девочки. Тоже ничего не могу плохого сказать. Прям красиво. Вкусно и так далее. Теперь подробнее. Значит, ваша закусочка. Ну, настолько грамотно, даже как тут правильно сказать, настолько вот правильно подобран баланс чеснока и... И, да-да-да-да, для меня лично так, чеснока, да, чеснока и соли, что я просто вот реально не мог остановиться. Да, даже Женя потом на меня дружит, и ты тоже говорит. Очень вкусно. Настолько легкое блюдо, настолько я люблю чеснок, все в порядке здесь, особенно чеснок с морковочкой, с майонезиком. Мы тоже это любим. Ну, все замечательно. Вот здесь, конечно, я был в полном восторге. По горячему блюду, ну, все очень вкусно, единственное, очень мало соуса. Соли? Соуса, соуса. Соуса, да. Опять, что вы его жалеете? Я хочу дальше есть, а у меня соус давно закончился. Ну, попросите добавить вам прийти. Он помимо того, что сам самодостаточный, вкусный, так еще и с ним вот это картофельное пюре, которое у вас там было, картофельная глазурь, да. Ну, там реально клевое, клевое, очень клевое блюдо. Это чертая картошка. Да, я понимаю. Вот, соответственно, грибочки тоже замечательные. Может быть, чуть-чуть пережарили, но почему-то после гриля просто замечательно заходит. А груша красивая, задумка хорошая, но не доготовленная. Чуть-чуть не доготовленная. Не доготовленная. Она практически сырая, практически груша-груша. Просто теплая, вот. А вот задумка с апельсиновым соусом, она великолепная. Запах у нее очень хороший. Вот тут, конечно, вы слегка не добрали. Нет, мы сами знаем, что не готова, да. Ну, молодцы. Спасибо. Спасибо. Да, вам спасибо. Евгений Олейник, пожалуйста. Ну, я, знаете, как человек простой, вот это вот мое, знаете, закуска. Я вот только сейчас, когда Андрей рассказывал, понял, что это был чеснок. Ну, это было очень вкусно. Мне очень понравилось, что морковка была сырая. И это придало вот этой закуске такой, знаете, вкус суперздорового питания. Знаете, вот прям как будто в каком-то новомодном ресторане сыроедческом кушаешь, что-то такое прям… Чеснок. Я так понимаю, за чеснок вам прилетит с этой стороны, но мне очень понравилось. Да, тарелочка пустая, так как… Спасибо. Вам спасибо. По поводу основного блюда. Вот это прям мое. Вот если я из всех мяс выбирать, то, конечно, я предпочитаю курицу. И вот эта шубка картофельная, ее тоже не осталось, потому что все-таки белорусскую душу не обманешь. Картошечка в любом виде, она, конечно, очень притягивает. Грибы потрясающие. И мне как раз показалось, что они очень хорошо приготовлены. Мне даже показалось, что там в чем-то они. То есть не просто поджаренные, а что-то там есть что-то. Масло-подсолнечные приправки. Любовь, любовь ваша. Любовь, да. Да, я понял, да. Конечно, мы старались. По поводу груши, я вам скажу так. Я сладкоежка, и для меня вообще фрукты на десерт – это просто фрукты, а потом еще нужен десерт. То есть там какую-нибудь пирожку или печеньку. Поэтому я просто покушал вкусную грушу. Запах действительно очень хороший. Но я, опять же, формулируя словами профессионала Андрея, могу сказать, что теперь я понял, да, что и в основном блюде, и в десерте было мало соуса. Если бы даже, может быть, в груши было побольше вот этого сладкого апельсинового соуса, возможно, она была бы на вкус более приготовленной. Но я говорю, я просто съел вкусную грушу. Мне очень понравилось. Если бы она была дожарена, она была счастлива. Спасибо. Спасибо большое. Антон, вам слово. Двое. Людмила и Нина, я после вашей закуски выпил стакан воды, потому что там чеснока. Мы заметили. Там классно, чтобы использовались сырую морковь. Очень хорошо сделаны кабачки. Но зачем там килограмм чеснока на квадратный сантиметр блюда? Два зубчика. Вкуса, вот его просто, он потеряется через секунду, и все, просто чеснок. Чеснок. И все. Я понимаю, что я не буду есть дальше, потому что я потом просто, у меня все сною будет с чесноком. И поэтому я запил стаканом воды и ждал, чтобы у нас все прошло, и попробовать дальше. Ваше второе блюдо – это класс. Ничего лишнего. Ничего. Всего хватило. Сочности, специй. Просто класс. Соли. Соли. Всего хватило. Специи хватило всего. А мы думали, что соли мало. Нет. Все идеально. В нем все идеально. Вот прямо даже не к чему придраться вообще. И грибочки, и соус из сырой картофеля можно было помакать. Он такой, он на любителя, много, может быть, его и на самом деле не нужно. Но само блюдо, вот с этой подушечкой, рулет, вот просто вот удивили. Удивили, честно говорю. По поводу груши, то, что я смог попробовать с вашим соусом, это фурор. Это очень вкусно. Где соус? Почему так мало? Потому что груша осталась, и хочется еще вот ее помакать в этом соусе. Сочетание вкуса груши, она такая, она не сварена до конца, и в этом тоже плюс, она такая плотная. И вкус груши меняется вкусом цитруса с пряностями идеально. Но соуса нужно больше, больше. Вот то, что вы положили, это хватило бы только на один кусочек груши. На второй уже не хватило. Вы большие молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Я так понимаю, что у вас сложнейшая задача сейчас стоит, но выбор сделать нужно. Обдумайте обязательно, вспомните выступление наших участников, и обязательно учтите это на всех этапах. Ведь сейчас нужно выбрать лучшего из лучших. Даю вам это время. И предлагаю Евгению Олейнику в группе «Аура» исполнить премьеру новой песни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все было безукоризненно, Сопротивляться бессмысленно. В случайных прикосновениях Встречаясь таяли наши сомнения. Простые вечные истины До нас открыты, прописаны. Не важно, кто мы и где сейчас, Звезды горят для нас, словно в последний раз. Делай музыку громче, Сомнения тише, и ты услышишь. Лами эти ноты легким движением, Так просто, как дышишь. Делай музыку громче, Сомнения тише, Поверь мне, как надо. И в небо к звездам Выше и выше Я буду рядом. Я не могу быть единственной, Мне эти стены не выстроить. Но все когда-то закончится Моим спасением От одиночества. От одиночества. Делай музыку громче, Сомнения тише, И ты услышишь. Лами эти ноты Лами эти ноты Легким движением, Так просто, как дышишь. Делай музыку громче, Сомнения тише, Поверь мне, так надо. И в небо к звездам Выше и выше Я буду рядом. Делай музыку громче, Делай музыку громче. Громче, 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 Громче. Делай музыку громче, Сомнения тише, И ты услышишь. Лами эти ноты Лами эти ноты Легким движением, Так просто, как дышишь. Делай музыку громче, Сомнения тише, Поверь мне, так надо. И в небо к звездам Выше и выше Я буду рядом. Делай музыку громче, 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 Громче. Которого мы ждали весь третий сезон. Буквально через минуту мы узнаем имена победителей. У меня уже в руках вот этот самый заветный конверт и имена уже там внутри. Но прежде чем его вскрыть, подарки всем участникам нашего финального шоу от партнеров нашей программы. Моющие средства от компании Ромакс. Моя любимая молочка Бабушкина Крынка. Самые счастливые билеты на ближайший розыгрыш Толото. Праздничный торт от Антона Колейника и ресторана Animal Farm. Все для вас. Спасибо большое, спасибо. Такое ощущение, что вы знаете, кто победил. Мы знаем, а все нет. Не знает пока еще никто. А, вы это знаете, конечно. Мы это точно знаем, да. Итак, друзья, с особым волнением, я думаю, что с гигантским волнением наших участников я открываю заветный конверт. Этот трепет. Они захотят на четверых разделить приз, но нет. Победитель у нас один. И это… Людмила Медведева и Нина Муравейко! Это ваш кубок! Это ваш кубок! Вы победители! Вы молодцы! Вы просто умнички! Спасибо! 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 Герман! Я слегка поменяю свой подарок. Я хочу подарить его Гарику и Ашхен. И я не могу подарить его, потому что я верю в них. И я хочу именно с ними сделать свой шеф-ужин в своем дизитаране. А вас мы обязательно пригласим в гости на этот ужин. И все вместе вот там отпразднуем. Гарик, это для вас! Мы вам еще концерт дадим. Поздравляем. Поздравляем. Все вместе. Все группы приезжают. Все. Ясница, нас пригласили. В столицу. Шоу продолжается. Специальные призы нашим финалистам. Обладателям второго места. Гарик и Ашхен. Вам мы дарим кухонный комбайн от белорусского бренда Ореса. Это и миксер, и мясорубка, и блендер, и овощерезка. В общем-то, шесть скоростных режимов каких-то невероятных. Минимальный уровень шума, как заявляет производитель. В общем, пользуйтесь, готовьте с удовольствием. Спасибо. Спасибо. Ну и, конечно же, внимание, главный приз победителям. Это шикарный телевизор от телеканала ОНТ. Спасибо. Улучшенная цветопередача, чистота изображения позволяет использовать телевизор как полноценную игровую станцию. Звуковая система хорошо подходит для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Народный повар, четвертый сезон на телеканале ОНТ. Вы будете смотреть уже на этом новом телевизоре. Всем спасибо, друзья. Увидимся в четвертом сезоне. Да! Если я скажу, что мы не хотели победить, это будет неправдой. Любой из команды хотел бы победить. Но все-таки считаю, что пройти такой путь и пройти финал – это уже огромная победа. Мы рады, что Антон пригласил к себе в ресторан. Мы не ожидали, что все вот таким образом поменяется. Мы рады очень сильно за ребят, которые победили. Ура! Ребята, мы победили! Вы знаете, я не ожидала. Но не ожидала этого, что мы победим. Потому что это было сложно. Радость какая-то нахлынула. И у меня почему-то слезы потекли. Но не из-за того, не знаю из-за каких эмоций. Но единственное, посмотрела, что телевизор такой огромный. Его надо везти поездом. Поэтому заплакала от радости. Я не жалю. Я не жалю. Я не жалю. Я не жалю. Редактор субтитров А.Семкин